Добрый день! Тема нашего сегодняшнего урока – Русь во второй половине XIII века, монголо-татарская ига. Как вы помните, в 1237-38 годах в результате похода Батыя, северо-восточная Русь была разгромлена. В результате похода 1239-40 годов были разгромлены княжества Южной-Юго-Западной Руси. Племя монгол, которое на Руси также называли монголо-татары, во главе с ханом Батыем, фактически захватило русские земли. В результате страшного нашествия установилась власть монголо-татар над Русью, которую историки называли, да еще современники, назвали монголо-татарским игом. Ну и просуществует оно чуть менее двух с половиной сотен лет. Для начала давайте о нескольких спорных моментах, которые есть сегодня в историографии. Ну, первый спорный момент, как ни странно, касается самого названия монголо-татарской. Если мы говорим о 13 веке, то, конечно, все и источники, и, соответственно, историки пишут о монголах. А вот с 14 века резко вдруг начинают писать о татарах. Было такое племя татар в степи, татары, но вообще-то еще Чингисхан приказал уничтожить почти все племя. Он считал их ответственными за гибель своего отца. Поэтому почему говорят об установлении монголо-татарского ига, конечно, сейчас мы точно сказать не можем. По одной из версий, татарами монголы называли всех те племена, которые, ну или, по крайней мере, не монголы, может быть, называли все те племена, которые не монголы. Монголы и все остальные. Все остальные племена разные степны, это и есть татары. Хотя вряд ли Чингисхан и его потомки могли бы позволить, чтобы столь презренное, ненавидимое ими племя в качестве ими собственного. Ну, по другой версии, тартар, да, ад. Из ада пришло страшное племя, установившее, захватывающее всю, устанавливающее власть, все сжигающее, может быть, татары от слова греческого тартар, ад, тартарос. Так или иначе, ну или, может быть, вот от этого самого племени, которое тоже было достаточно большим и многочисленным, больше, чем монголы. На самом деле, точного ответа у историков нет на этот вопрос до сих пор, как и, в общем, вторая отсюда интересная достаточно проблема, что татары, современные, они, конечно, не потомки тех татар, которые были в 13 веке. Это отдельное, тоже очень интересный вопрос, откуда татары, скорее, они уж тогда уж от волжских булгар происходят, по одной из версий, вот оно, государство Волжская Булгария, но государство Волжская Булгария само было татарами разгромлено. По другой версии, может быть, половцы являются предками современных татар, ну так или иначе, это на генез, то есть зарождение народа, этноса татарского современного, это тоже интересная проблема, но другая, а сегодня мы о ней говорить не будем. Второй вопрос, который тоже сегодня очень часто обсуждается, это вопрос, какую роль окажет Иго в истории нашей Родины, сыграет Иго в истории нашей Родины. Ну и первый ответ, в общем-то, еще лет 50, 60, 70, 30 назад был очевиден. Иго это кошмар, иго это катастрофа, любое последствие монголо-татарского иго, нашествие и иго это уничтожение всего, и в политике, и в экономике, и в культуре. И в каких-то вариантах развития, что, в общем-то, крайне негативная оценка иго. Ну вот лет 20 назад в перестройку стало модным книги и точка зрения теории Льва Николаевича Гумилева. Гумилев писал, что ничего хорошего, ничего плохого, наоборот, все хорошо. Это был союз, монгол, монголо-татар и Руси, это был синтез, симбиоз, который, в общем-то, и подготовил возникновение будущей Российской империи. То есть иго это хорошо, говорил Лев Николаевич Гумилев, степь это прекрасно, степь и лес, братья навек. Ну и между ними есть такая вот третья точка зрения, ну лично мне она кажется, в общем-то, наиболее такая верная. Конечно, нужно четко разделять. Ну, при всем желании ничего хорошего в самом нашествии, в трехлетнем разгроме русской земли, ну, на мой взгляд, выделить нельзя. Мы сейчас увидим последствия экономические, политические и так далее. Вот, кошмар, действительно, катастрофа. Вот, само иго, сами 240 лет монгольской власти, они, конечно, были очень разными. И вот мы сегодня будем говорить о тех 50-60 годах, когда власть монгол действительно была очень сильна. И, наверное, оказывало действительно резко такое замедляющее воздействие на ход русской истории. Ну, сначала несколько слов о последствиях самого Батыева нашествия. На Руси насчитывают историки от 300 до 500 городов в домонгольский период, ну, правда, вместе с мелкими всякими крепостцами, да. Погибло свыше 70, из них 30 не возродилось. Замечательный город Рязань. Замечательный город Рязань. Больше нет Рязани с нами. Сейчас там село, а то, что сейчас называется городом Рязань, это город Переславль-Рязанский. Это совершенно другой город. Рязани больше нет. Ну, и вот еще примерно 20-25 городов погибло навсегда. Около полутора десятков городов превратились сегодня в деревни, как, кстати, там, может быть, можно Рязань отнести не к погибшим до конца городам, да, а к месту, где потом будет деревня. Ну, вообще так забавно, да, вместо столицы княжества хорошая такая деревенька. Вот, остальные восстановились, та же Москва, тот же Владимир, но, например, Владимир уже никогда не будет, да и Киев много-много лет не будет таким сильным, большим, красивым городом. К плану Карпини, когда проезжал пять лет спустя, он писал, что в Киеве 50 дворов. Ну, умножьте, ну, я не знаю, ну, даже на 10 там человек, если, да, то 500, сколько там, 500, да, какой 10 там, ну, сколько, человек по 5, да, 200-300 человек населения Киева. Вместо 100 тысяч, нормально. Далее, что такое разгром городов? Разгром городов — это гибель, естественно, ремесел, гибли люди. Кстати, Русь восстановилась, видимо, только в 17 веке, если, ну, опять же, это все оценки, мы не знаем точно, сколько жило в домонгольской Руси в середине 13 века до нашествия Батыя. Но если мы возьмем 10-12 миллионов, как считают некоторые историки, то столько на Руси будет в 17 веке, то есть на 400 лет отброшены мы назад. Гибель людей — это гибель ремесел. Дело в том, что в Средневековье ремесло, как мы помним, передавалось от отца к сыну, погибает отец, даже если сын остается жив, соответственно, погибают и секреты ремесла. 300 ремесел некоторые историки насчитывают в домонгольской Руси. 300 ремесел у нас будет, опять все в том же 17 веке. Гибель людей — это гибель защитников земли русской, главными защитниками были дружинники, феодалы, бояре. Гибель феодалов — это и гибель феодализма. Крестьяне опять остаются свободными, феодализм вновь начнет зарождаться в 14 веке. В Европе в 14 веке уже начнут развиваться буржуазные отношения, а у нас 300 лет спустя опять по второму разу та же история. Так что, в общем, наверное, что-то есть правильное в точке зрения, и аргументы я вот сейчас привел, да, которые, опять же, если на ЕГЭ в уровне С вам попадется, какую роль нашествие ИГА сыграет в истории Руси, вы можете использовать эти аргументы для обоснования резко отрицательной роли нашествия в истории нашей страны. Ну, теперь давайте поговорим с вами непосредственно об ИГИ, то есть о той системе власти, которая установилась на Руси. К сожалению, даже в 10 и в 11 классе многие из учеников совершают такую ошибку. Я неоднократно слышал, татара-мазонгольская ИГО напала там на русские земли, да. Ребят, ИГА напасть ни на кого не может, да. ИГА — это некая система власти, гнет вот, да, который вот гнетет, нас угнетает. Вот, ИГА нападать не может, да, то есть как республика там не может, там или там, или монархия нападать. Да, ИГА — это некая система власти. Ну, в чем выражалось монгольское присутствие на Руси? Ну, давайте посмотрим сначала политику. Русские князья должны были ездить в Орду, чтобы получить в Орде ярлык. Ярлык — это такой документ, который, грамота, фактически, которая давала, ну, не знак, соответственно, который давал право на княжение. И на великое княжение, ну, и просто на княжение. Первым в 1243 году в далекий Каракорум в современной Монголии поехал Ярослав Всеволодович. Очередной уже сын Всеволода Большое Гнездо, папа Александра Ярославича Невского. Вот, о Невском чуть позже. Он поехал и на обратном пути умер. Возможно, был отравлен. Ну, вот это Ярослав Всеволодович — это первый из русских князей, кто получил ярлык в Каракоруме из рук монгол. Ну, князья не только великие, но и просто князья удельные тоже в большинстве своем крупных княжеств должны были ездить туда. Далее. На Руси были специальные чиновники — баскаки. Чем они занимались на самом деле, сказать достаточно трудно. Мы знаем, что это монгольские чиновники, которые были на Руси. Видимо, они, ну, вот сейчас модно, знаете, такое жаргонное словечко — контролировать ситуацию. Они, скорее всего, контролировали ситуацию, да. Следили за князем, следили за налогами, следили за сбором дани и так далее. Более четко что-либо сказать об их функциях мы не можем. Далее. Монголы использовали разные политики в управлении методы. Как ни странно, после нашествия, ну, видимо, казнить уже дальше было некого, вообще-то казнено было вот так вот непосредственно, да, вызвать в Орду, ты плохо себя ведешь, давай мы тебя убьем сейчас. Вот. Вот такие казни случались редко. Ну, мы помним, в 1246 году был казнен Михаил Черниговский, и то он был казнен на религиозной почве, он отказался соблюдать там обряды, и святой русский, православный. Вот его за это казнили, причем там, ну, вот такая была история. Раз. В принципе, казни были достаточно редки. Второй метод управления, карательная экспедиция, как мы им сейчас сказали, или карательный поход, ну, на Руси его называли рать. Две страшных рати в 13 веке переживет русская земля. Это Неврюева рать 1263 года. Неврюева, это, конечно, русское имя царского царевича. В наказание за то, что некоторые русские города восстали против Владимирской Руси, восстали против переписи населения. Неврюева рать. Она закончится страшным разгромом. Ну, и в конце века Дюденева рать на старшего своего брата Дмитрия. Младший брат Андрей, сын Навья, оба они сыновья Александра Невского, приведет эту самую Дюденеву рать, чтобы отнять власть у старшего брата. Ну, и разгром Владимира Суздальского княжества будет абсолютно полный. Далее. Ну, к сожалению, мы сами видите, русские князья продолжают наводить друг на друга татар. Татары с удовольствием стравливали князей. Ну, и здесь давайте мы поговорим немножко о, наверное, самом ярком нашем великом князе Владимирском 2-й половине 13-го века, об Александре Ярославиче Невском. Ну, выглядел он, на самом деле, ребят, не так. Это известная картина Корина. В 20-м веке нам бы хотелось, чтобы он выглядел так, да, вот такой большой, красивый, высокий, сильный, смелый и вообще. И суровый, конечно. Картина написана в 42-м году, поэтому ничего удивительного, что Александр Ярославич смотрит так сурово. Великий герой земли русской, о котором мы говорили и будем еще говорить, ну, в данном варианте в отношениях с монголами он пытался договориться. Ну, посмотрите, что делают монголы. После гибели или смерти, давайте так скажем, его отца Ярослава, Ярослава Всеволодовича, фактически ему должен достаться ярлык на Великое княжение. Он ему и достается. Но, а дальше давайте посмотрим. Монголы делают это, что они не понимают, о чем вообще идет речь, и монгольский хан. И он дает ярлык на Великое княжение Киевское. Киевское. Вот Киев. Вот. На Великое княжество Киевское. В Киеве уже к тому времени Даниил Галецкий. И если Александр Невский пойдет княжец Киев, то два сильнейших русских князя, два великих защитника земли русских, Александр Ярославович и Даниил Романович, должны будут воевать между собой. В Киев он не пойдет, он и не должен был туда идти, потому что князья северные, князья потомки Всеволода Большого гнезда, княжили во Владимире. Соответственно, Александр Ярославович должен был достаться ярлык на Великое княжество Владимирское. Но он достается тоже не ему, а его брату Андрею. Что делать? Силой отнимать ярлык у Андрея? Татары очень хитро. Тогда вроде бы дали всем ярлыки-то, да? Но так дали, чтобы русские князья втихаля друг друга ненавидели. Посолить Андрея с Александрами в результате удалось. Андрей после ряда там всяких событий вынужден будет бежать. Ну, а Александр Ярославович Невский вынужден будет несколько лет прокняжить все там же в Новгороде, вернуться в Великий Новгород. Новгородцы, кстати, его не очень любили, потому что он был такой самовластный очень человек. Вот такие дела. Александр Невский пытался договориться всегда с ордынцами. Кстати, вот тоже такой очень интересный момент. Мы знаем, как он много бился с тефтонами, со шведами, с крестоносцами, да? Вот, а с ордынцами он пытался договориться. Почему? Ну, в общем, тоже понятно. Силы неравные, самоубийцей он явно не был. И, в общем, он пытался сохранить хотя бы тот минимум, что есть, да? То есть, хоть какое-то население, хоть какую-то часть жителей Руси, хоть какую-то экономическую самостоятельность нашего государства. Это не спасло его. Он тоже был отравлен в Орде в 1263 году. Скорее всего, ханом Берке, может быть, и не отравлен, конечно, но подавляющее большинство историков сходится на том, что монголы, в общем, дали ему какой-то медленно действующий яд. Он уже уехал из Орды и умер он не в Орде, да? То есть, вот формально вроде бы обвинить его не в чем. Так, кстати, был убит отец Чингисхана. Он умер не у костра, а приехав, не у чужого татарского костра, а приехав домой. То есть, формально-то придраться вроде не к чему. Сам у себя дома умер, какой с меня спрос. А то, что я тебя накормил, когда ты у меня был в гостях, да? Ну, так думай, что кушать. Ой, вот такие вот дела. Ну, а дети Александра Невского, конечно, наводнили Русь татарами. Они пытались играть. Дело в том, что в середине XIII века сарай, ну, и Золотая Орда, отделяя Золотая Орда, Улус Джучи, старшего сына, отделяются от Каракарума. Каракарум он там далеко, его здесь на карте нет. И фактически монгольское государство распадается на несколько частей. Русь попадает в середине XIII века в зависимость от Золотой Орды. Там тоже начинается дробление. Там тоже в конце века будет возможность поиграть на противоречиях между татарскими ханами, что наши иногда с успехом делали, но, к сожалению, делали, может быть, не так часто, как это получалось. А главное, что это всегда грозило какими-то там проблемами. Ну, например, дюдень и ворать – это вот одна из таких неудачных попыток поиграть на противоречиях между татарами. Татары между собой разобрались, и на Русь пришла мощнейшая Орда, которая уничтожила все на своем пути. Не так все радостно. Теперь давайте скажем об экономических последствиях. Ну, они тоже, в общем, на мой взгляд, все-таки в целом катастрофичны. Мы платили дань, вот тоже несколько терминов, ребят, которые обязательно надо запомнить. Выход, ордынский выход – это дань. Дальше. Татары провели перепись населения. Перепись называется таким хорошим, знакомым вам словом «число». Ну, и установили налог. Скорее всего, тамга – это налог. То есть вот эти три слова – выход, число, тамга – это те три слова, которые могут там и в тестах, и в различных заданиях вам встретиться. Понятно, что это, да? Дань – число, перепись населения. Ну, и тамга – это налог. Наши пытались поднимать восстание, но восстания были достаточно успешно для татар подавлены. Вот. Ну, урон, который продолжали нести русские земли, он ведь шел не только от выхода. Мы не знаем, сколько было дань, но по более поздним подсчетам, там, уже 14 века, ну, вот некоторые историки, скажем, считают, что крестьяне 19 века с этой данью бы справиться не смог. Да, то есть физически. Ну, все относительно, конечно, цены меняются там за 300 лет, но тем не менее. Плану Карпини, итальянский посол-путешественник, он писал, что телегами драгоценные металлы шли в Орду с Руси. Далее, кроме выхода, когда князья едут за ярлыком, обязательно нужно, восток, дело тонкое, обязательно ты меня уважаешь, да, обязательно нужен подарок привезти, причем подарок хану, помимо выхода, да, подарок его женам, его родственникам, его, ну, я не знаю, там, друзьям, там, да, без подарков в Орде, в общем, делать нечего. Ну, и рать, конечно, набеги были, может быть, не так чисты в 13 веке, но каждый набег, это что, это гибель людей, это гибель городов, это, в общем, все, конечно, огромный экономический урон. Плюс угон ремесленников в Орду, мы знаем, что во второй половине 13 века в Сарая, и, ну, нечего мне показать, печать, ханская печать была изготовлена русским мастером, и трон тоже был изготовлен русским мастером. Так что, конечно, экономически в 13 веке, конечно, Русь, ну, да. Ну, и культурные последствия, вы знаете, культурные последствия здесь говорить достаточно трудно. С одной стороны, монголы, вроде бы, тут, вроде бы, все лучше, чем в экономике и в политике. Почему? Потому что монголы, в общем, вроде бы, стояли на более низкой ступеньке развития. Они, более того, по великой ясе, по законам Чингисхана, они были степняками. Более того, Чингисхан проклял вообще монгольский народ, если он изменит кочевому образу жизни, и из степей вдруг поселится в города, да. Поэтому определенная автономия, кстати, политическая Руси сохранялась. Культурная тоже. Что происходит? Религиозный аспект давайте рассмотрим. Монголы 13 века язычники, они небо поклоняются, ну, и всяким разным другим обожественным явлениям природы. Вот, поэтому, в общем-то, вроде бы, особенностям культурным историческим Руси, с одной стороны, ничего не угрожает. В общем, с одной стороны, так и было. С другой стороны, последствия нашествия были действительно настолько катастрофичны, что в подавляющем большинстве русских княжеств, кроме Новгорода, куда монголы не дошли, прерывается летописание. То есть у нас нет ни киевских летописей, ни черниговских, ни владимирских, ни ростовских, ни так далее. То есть 50 лет просто темный период русской истории. 50 лет нигде не строится церковь, первый город, где церковь в конце 13 века была построена. Ну, конечно, правильно, он самый Новгород великий, куда монголы не дошли. Денег на строительство каменных церквей просто не было. Поэтому, конечно, говоря о культуре, да, ну и, конечно, гибель книг, гибель произведений искусства, гибель церквей. Успенский собор Владимира был разрушен, Десятинная церковь Киева, Софийский собор и так далее. Ну, то есть, в общем, разные церкви были разрушены. И, естественно, для нас это уже сегодня не просто церкви, да, это еще и памятники искусства. И вот эти памятники тоже погибли. Поэтому, конечно, такое культурное здесь вот историки спорят. С одной стороны, урон огромный, с другой стороны, все-таки в перспективе это не так страшно, как, например, колонизация Запада. Дело в том, что еще одним из последствий нашествия было то, что западные земли и юго-западные, вот эти вот Гродненская, Полоцкая, Туровопинская, Галинская, Ну, наоборот, Волынская, Галинская, Киевская, Переславская, Черниговская, Новгородсеверская и даже Смоленская в какой-то момент окажутся в Литве или в Польше. То есть они уйдут из-под власти Монгол туда, в Европу. И дальше что мы видим? И дальше мы видим, что на территории, ну, например, Полоцкого княжества ни одной до монгольской иконы не сохранилось. Вообще, в принципе. То же самое, кстати, вот в Галинском княжестве. То есть там просто все это уничтожено. Ну, нету, все, да, там, ну, в Галинском, понятно, католицизм. Все-таки во Владимирской земле какие-то даже и фрески, какие-то иконы сохранились. Монголы не истребляли веру. Кстати, церковь не платила дань. Я надеюсь, что это вы помните из курса шестого класса. Если нет, то я вам напоминаю. Церковь дань не платила. С церковью монголы предпочитали дружить. Итак, давайте подводить итоги. На 200 с лишним лет, на 240 лет на Руси устанавливается иго. Нашествия и экономические последствия иго будут в целом для Руси очень разорительными. И хотя постепенно к концу 13 века Русь начинает с этими последствиями справляться, но, в общем, справляется с трудом. Последствия культурные, может быть, будут не столько страшны в перспективе, но с точки зрения самобытности народа, да, но они будут страшны для конкретных памятников. Ну и, наконец, посредствия политические. Это консервация русской жизни. Ну и многие историки говорят о том, что вот это вот наше, знаете, низкопоклонство такое иногда перед властью, вот это вот стремление быть сильной властью, это все оттуда. Сказать, что это так, ну, довольно трудно. Все-таки Ханта был далеко. Но, тем не менее, на Руси наступил страшный период, и самый темный век, второй половин 13 века мы с вами сейчас разобрали. В 14 веке начинается все-таки определенный подъем русских земель, но это тема нашего следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok